Спасибо большое за то, что представили. Я рад возможности находиться в составе экспертной группы вместе с такими уважаемыми докладчиками и выступать перед такой замечательной аудиторией. Я буду говорить об армянно-турецких отношениях. Как вы понимаете, это очень обширный вопрос, как тематически, так и хронологически. Я не буду описывать весь спектр армянно-турецких отношений за прошедшие века. Я выделил три темы и сконцентрируюсь именно на них. Вот они в порядке очередности. Первая тема – это геноцид армян, его последствия, его важность в армянно-турецких отношениях. Вторая тема касается развития социальных и политических отношений в последние десятилетия. И, наконец, вопрос значимости лидера государства. Начну с темы геноцид. Геноцид армян – это тема, над которой я работаю целенаправленно, по которой написал несколько книг. По моему мнению, именно геноцид является краеугольным камнем взаимоотношения армян и турок. Нет ни одного случая контактов между армянином и турком, будь то общение в кафе, в университете, или сфере бизнеса, на который геноцид не бросал бы свою тень. То есть тема геноцида давлеет постоянно. При этом, геноцид армян особенно важен с той точки зрения, что он представлял собой не только деструктивную, но и конструктивную силу. Для армян геноцид, безусловно, это уничтожение населения Западной Армении, потеря культурного наследия, также коллективная массовая травма. Но для Турции это своего рода конструктивный геноцид. Это было некое созидательное разрушение, но не в экономическом смысле. Ведь именно геноцид армян сделал возможным, минимум двумя путями, создание турецкого национального государства в том виде, в котором оно существует сейчас. Во-первых, в результате геноцида было ликвидировано армянское население на территории, которую одни называют Восточной Турцией, другие Западной Армении, третий – Северным Курдистаном, смотря кого спрашивать. Во-вторых, именно практически исполнители геноцида на уровне среднего звена, а также организаторы геноцида, приняли потом активное участие в создании Турецкой Республики. Посмотрите на любую черно-белую фотографию с изображением Кемали Ататюрка. Но на переднем плане, конечно, сам Кемаль – харизматичный лидер. Однако, если взглянуть на тех, кто изображен рядом с ним, можно убедиться, что это все те, у кого руки по локоть в крови. Этот факт оказал непосредственное влияние на формирование современной турецкой государственности. Вчера профессор Сюни говорил о транзитологии – науке о переходе от авторитаризма к демократии. В этой связи есть один аспект, который актуален для армян-турецких отношений. Это транзитологическое правосудие или правосудие переходного периода. Данная дисциплина сейчас активно развивается – в ней рассматриваются последствия таких массовых преступлений, как геноцид, преступления против человечности, гражданские войны. В транзитологическом правосудии существует два элемента – материальное – транзитологическое правосудие, и нематериальное – символическое правосудие. Если проанализировать те пункты транзитологического правосудия, которые актуальны для нас, то можно увидеть, что ни один из них не реализован в отношении армян-турецких отношений. Начнем с материального аспекта. Материальные формы транзитологического правосудия включают в себя реституцию, репарации, амнистию, если речь идет о гражданской войне, и, наконец, реабилитацию тех, кто был уничтожен и остался не реабилитирован. Ни один из этих пунктов не был реализован в случае армян-турецких отношений. Я написал книгу о конфискации имущества армян. Буквально в нескольких десятках километров от этого здания расположены фермы, сады, мастерские и многое-многое другое, что принадлежало армянам. На всей территории Турции нет ни одного объекта имущества, которое вернули прежним хозяевам в рамках реституции. Церковь святого Кирахоса в Диарбакере, которую на недолгое время возвратили армянской общине, была недавно сильно повреждена в ходе боев между турецкой армией и Рабочей партией Курдистана. Что касается символических форм транзитологического правосудия, то сюда входят по крайней мере четыре элемента. Прежде всего, признание факта преступления и официальные извинения. Сюда также входят мероприятия по упоминанию жертв, научная деятельность, музеи и памятники. В рамках армян-турецких отношений ничего из вышеперечисленного не реализовано. Мы на нулевом километре транзитологического правосудия. Итак, это первый вопрос, который чрезвычайно важен, когда мы говорим о развитии армян-турецких отношений, говорим о признании геноцида, а также о дипломатических отношениях между Турцией и Арменией. И от этого вопроса никуда не деться. Моя вторая тема касается развития социальных и политических отношений. Мы определились с тем, что геноцид это явление, которое нанесло сильнейший удар по армянам, лишило их очень многого и при этом стало причиной социального отчуждения армянокурд друг от друга. В этой связи я бы отметил два специфических макросоциологических процесса, которые нужно знать. С одной стороны, мы видим отход от трехстороннего формата отношений и переход к двухстороннему формату между армянами и турками. Второй процесс – это переход от иерархически структурированных отношений к более горизонтально структурированным отношениям. Используя только абстрактное понятие, как переход от трехсторонних отношений к двусторонним, я фактически имею в виду ситуацию, когда на одной территории жили бок о бок – армяне, курды и турки. Это была сложная трехсторонняя конструкция. Если рассматривать отношения между армянами и турками до геноцида, то практически во всех источниках, начиная с Конституции и заканчивая свидетельствами Крикора Зораба, речь идет о фактически трехсторонних отношениях. После геноцида все изменилось. После геноцида речь уже стала идти о двусторонних или бинарных отношениях. И с одной стороны – армяне и турки, а с другой стороны – курды и турки. Конечно, есть кое-какие отношения между армянами и курдами, но это намного менее актуальное и заметное явление в политическом смысле. Почему это важно? Дело в том, что бинарный формат отношений – это всегда двухсторонний формат. Это всегда отношения, где победа одной стороны означает поражение другой. Такие отношения всегда более конфликтные, так как нет возможности для формирования партнерства или примирения при посредничестве третьей стороны. Это явление – одно из важнейших направлений политического процесса. И актуально это не только для турецко-армянских отношений, но также и для турецко-курдских отношений. На днях кто-то из докладчиков упоминал о том, что курды остались одни перед лицом турецкой армии. Также речь шла о преследовании курдов на всей территории Турции. Это тоже является следствием изменения трехстороннего формата на двухсторонний формат отношений. Армян больше нет. Второе изменение касается перехода от иерархического формата отношений к горизонтальному формату. На протяжении истории турки в Османской империи политически были господствующей группой, а армяне – их подданными. Отголоски этого имперского наследия чувствуются до сих пор. Я уверен, каждый из вас, общаясь с турками, хоть раз слышал такую фразу. Знаете, у нас с армянами были такие замечательные отношения. В Стамбуле никогда никаких проблем не было. Все было так мило. Я просто не понимаю, о чем речь. Такого рода высказывания и есть отголоски имперского сознания. То есть не нужно слушать, о чем говорят потомки бывших подданных империи. Не нужно учить их язык, читать их воспоминания или литературу. Ничего этого не нужно. Я считаю, что такой подход говорит о том, что у многих турок в сознании доминирует имперское мышление. При этом параллельно, хотя и не так интенсивно, идет другой процесс – движение к эгалитаризму, к идее равенства. Такое движение есть, но оно очень медленное и до завершения еще очень далеко. Его можно назвать деколонизацией турецкого общества, что сравнимо с прекращением апартеиды в Южной Африке или движение за гражданские права в США. Однако процесс это медленный и окончание его не близко. И, наконец, важность роли лидера страны. Те, кто считает, что в наше время национализм – это устаревшая и неактуальная тема, изучать его не нужно, ошибаются. Наоборот, это фундаментальный вопрос. И тут в армяно-турецких отношениях ничего не поменялось. С одной стороны, определенный прогресс есть, а с другой наблюдается повторение традиционных подходов. Если посмотреть на состав правительства, коалицию, которая управляла Турцией последние два десятилетия, то можно увидеть, что в ней доминировали кемалисты – правительство турецких националистов, представляющих партию националистического движения. А потом, на фоне роста популярности партии справедливости и разжития, в правительстве стали доминировать умеренные исламисты. В настоящее время представители этих партий и их избиратели сильно расходятся во мнении по поводу того, куда должна двигаться Турция. Они спорят о ключевых ценностях турецкого государства. Однако есть одна тема, по которой у них разногласий нет. Это геноцид армян и армяно-турецкие отношения. Безусловно, определенный прогресс налицо. Мы были свидетелями смелых шагов Абдуллы Гюля и Ахмеда Даватогул. Все те, кто близко знает этих людей, видят, что они были искренни в своих намерениях. Однако реального прорыва нет. Его нет из-за соображений интересов государства, из-за нюансов турецкой национальной идентичности, из-за всего того, что называется формированием наций. Прогресс есть, но в виде какого-то обособленного явления, не фундаментального. При этом есть и серьезное сопротивление подобным изменениям. Вчера профессор Ингельс говорил о важности лидера, а бывший посол США Дареджан говорил о ключевом факторе личности. Все эти люди, о которых я говорил выше, Абдулла Гюль, Ахмед Даватогул, Реджа Пердоган, они все харизматичные лидеры, кто-то более, кто-то менее. Однако реального прорыва в армян-турецких отношениях не произошло. Для этого нужен подлинно смелый лидер. Я уверен, вам интересно, что это за фотография. На ней изображен Вилли Брандт, канцлер Германии. В декабре 1970 года он посетил памятник героям гетто Варшавии, воздвинутый в честь павших во время восстания в Варшавском гетто в 1944 году. Как вы знаете, все участники восстания погибли. Предполагалось, что Вилли Брандт совершил всего лишь обычный дежурный визит. Это было время существования СССР, да и отношения между Польшей и Германией были довольно напряженными. Так вот, когда Вилли Брандт подошел к памятнику, он неожиданно опустился на колени перед монументом. На ютубе есть кадр, очень проникновенный момент. Вилли Брандт встал на колени, прося прощения. Это был незапланированный жест. Ни его помощники, ни переводчики с немецкой стороны, ни с польской стороны не ожидали этого. На видеозаписи видно, что все это было совершенно неожиданно. Этот жест стал эпохальным моментом в немецкой истории, в истории германо-польских и германо-еврейских отношений именно потому, что Вилли Брандт сделал его в знак того, что просит прощения. Он утвердил границы между Германией и Польшей, а не нужно забывать, что вопрос границ между двумя государствами оставался неурегулированным вплоть до 1970 года. Тем самым, Вилли Брандт навлек на себя сильную критику со стороны нескольких миллионов этнических немцев, трибенер, которые были изгнаны из стран Восточной Европы после войны. Но несмотря на всю эту критику, Вилли Брандт настойчиво проводил политику нормализации отношений на Востоке, постполитик. Нормализация отношений между Германией и Польшей в дальнейшем сделала возможным создание Европейского Союза. Через год после своего визита в Польшу в 1971 году, Вилли Брандт получил Нобелевскую премию мира. В заключении я бы хотел рассказать вам один свой сон. Однажды я видел сон, что президент Турции Эрдоган прилетает в Армению, посещает мемориал памяти жертв геноцида Армян Цитернакаберт, встает на колени и приносит извинения. На следующий день он выступает по телевидению и говорит, «Граждане Турции, мы совершили ужасную ошибку, был совершен геноцид, но мы постараемся загладить свою вину». Вот то, что нужно сделать для восстановления справедливости. И мы это сделаем. А потом я проснулся. Спасибо за внимание.